В некоторых муниципалитетах Югры ввели режим обязательной самоизоляции для людей без прививки против коронавируса. Ограничения будут действовать с 22 ноября по 5 декабря для жителей Нефтьюганска, Нягани, Урая, Кандинского района, а именно поселений Леуши, Луговой, Междуреченский, Мордка и Мулымья. Как сообщает региональный оперштаб, граждане этих населенных пунктов до 5 декабря должны оформлять уведомления в государственной информационной системе самоконтроля цифровое уведомление. Также в вышеперечисленных муниципалитетах по 5 декабря приостановлены проведения культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, выезды организационных групп. Организации доп. образования на это время переведут в онлайн-формат. Также решением оперштаба в Югре до 20 декабря по округу продлен запрет на развлекательные мероприятия. Ограничение при соблюдении мер безопасности не коснется культурных мероприятий, а также соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровня. До конца года ограничения будут действовать и в ЗАГСах Югры. На регистрации смогут присутствовать не более 8 человек, а выездные регистрации проводить не будут. Для детей младше 14 лет сохраняется запрет на посещение торговых центров. На водоочистных сооружениях Нижневартовска приступили к реализации большого проекта. Здесь забили первые сваи в основании станции ультрафиолетового обеззараживания. Напомню, столица Матлора на данный момент единственный муниципалитет в Югре, где при подготовке воды используют хлор. К будущему лету ему на смену придет более совершенная технология, а в городе не нужно будет держать склады с токсичными реагентами. Прежде чем приступать к строительству, провели изыскательные работы, сделали экспертизу, получили разрешение и изготовили арматурные каркасы. Бюджет проекта 130 миллионов рублей. Это средства инвестора. Напомним, что год назад установку УФО уже запустили на канализационно-очистных сооружениях Нижневартовска. Вода, проходя через специальные модули, получает необходимую дозу ультрафиолетового облучения. Также для обеззараживания будут использовать хлорид натрия. Ультрафиолетовое обеззараживание – это одна из ступеней перехода на безопасное обеззараживание воды, то есть ухода от хлорирования. Так как хлораторная станция находится рядом с жилой зоной, по поручению губернатора это мероприятие было включено в инвестиционную программу и в концессионное соглашение. Следующий этап – это строительство реагентного хозяйства. Это обеззараживание уже чистой воды после очистки, после всех этапов очистки в реагентном хозяйстве. На выходе воды на город будет стоять станция ультрафиолетового обеззараживания, которая позволит нам уничтожить вредные микроорганизмы. Ну, то есть дополнительное обеззараживание нашей очищенной чистой воды. Более 400 свиней пришлось ликвидировать югорскому фермеру. На прошлой неделе в его хозяйстве у животных обнаружен вирус африканской чумы. С 18 ноября по распоряжению губернатора на Капсамуне введен 30-дневный карантин. Вокруг фермы появились посты, а само хозяйство закрыто. Кроме этого, ветеринарной службой округа проверены все фермерские угодья, расположенные в 20-километровой зоне вокруг Капсамуна. По завершению администрации муниципалитета на данный момент работы по устранению вспышки африканской чумы уже завершились. Как попала зараза в югру, пока не уточняется, но по основной из версий заболевание носит завозной характер. Что же касается компенсации за потерянный сход, то об этом можно будет говорить только после снятия режима ЧАЭС. Сейчас догорают остатки, соответственно, будет все это закопано, рекультивировано и засыпано известью. И в том числе, ну и не только известью. То есть все материальные, все работы по дезинфекции будут проведены. Ну и, соответственно, еще в течение 30 дней будет наблюдаться за состоянием этого крестьянско-фермерского хозяйства. То есть будут проводиться пробы, а также оставшиеся животных, потому что там еще остались животные. Это крупный рогатый скот. Африканские студенты приступили к очному обучению в стенах Егорского государственного университета. Восемь юношей и девушек из Замбии и Гана в течение прошлого года изучали русский язык в дистанционном формате. И вот, наконец, прибыли за знаниями в югу. Здесь ребята будут изучать нефтегазовое дело и строительство, а также получат профессию экологов в университетском центре превосходства Югра Грин Скулл. Независимо от оценок, иностранные студенты будут получать стипендию – 5000 рублей ежемесячно. Николай Пирогов завершил летнюю навигацию. За время своего похода плавучая поликлиника провела свыше 12 тысяч приемов. За пять месяцев навигации, профессиональную медицинскую помощь удалось оказать в 43 поселках Белоярского, Березовского, Хантамансийского, Нижневартовского, Сургутского и Октябрьского районов. Жители отдаленных уголков Югры могли сделать на борту суднофлюрографию, УЗИ-момографию, а также сдать необходимые анализы. У узких специалистов побывали около 6 тысяч пациентов. Среди выявленных патологий на первом месте заболевания органов пищеварения, на втором – болезни эндокринной системы, а на третьем – сердечно-сосудистые заболевания. На данный момент Николай Пирогов встал на зимнюю стоянку в Хантамансийске. Весной он пройдет плановый ремонт и будет готовиться к новым рейсам. Югра вошла в тройку лидеров по цифровой трансформации регионов. Согласно исследованию, по итогам октября возглавили всероссийский рейтинг «Тульская область», «Ямал» и «Югра». Об этом на форуме «IT-диалог» в Санкт-Петербурге рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Участники форума рассмотрели вопросы цифровизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе обсудили и возможности полного перехода страны на электронное взаимодействие с бизнесом. «Ёмос» значит «хорошо». Именно так с хантыйского переводится название югорского бренда модной одежды. Плащи, футболки и толстовки, выкрашенные в традиционные для Югры цвета, полюбились многим югорчанам. Идея соединить удобную одежду и местную идентичность оказалась удачной, а ее автор, предприниматель Адам Актимиров, стал одним из самых узнаваемых в креативных кругах. Создатель бренда «Ёмос» одним из первых подал заявку на участие в трехдневном слете креативных предпринимателей, который впервые проходит в Югре. «Я жду креативных людей, с которыми можно будет обменяться идеями. Как раз-таки нетворкинг – это основная часть, ради которой я приехал». Под стать мероприятию дресс-код выбрал и Роман Генкель. В кофте вышеупомянутого югорского бренда заместитель губернатора Югры адресовал напутственные слова участникам и экспертам первого слета креативных предпринимателей Югры. «Я надеюсь, у вас будет время провести и познакомиться поближе со всеми талантливыми людьми, как экспертами, так и участниками. И, конечно, эта площадка выступит, я уверен в этом, для дальнейших коллабораций, объединений, совместных проектов и работ. По оценкам специалистов, доля сферы креативных индустрий в экономике округа составляет около 5%. Регион первым в стране принял закон о креативных индустриях, а для продвижения креативных идей в Фонде поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» создан Центр инновационно-технологического и креативного предпринимательства. «Создали Центр компетенции, который сегодня проводит этот слет. Такой слет первый за 20 лет работы фонда в таком формате. Формат мы испытывали, проводили, когда одновременно проводим мероприятия, но то, что такое количество экспертов, больше 50 приедет, поэтому надеемся, что каждый для себя что-то возьмет полезное». За три дня участники обсудят понятие локальной идентичности, как ее можно монетизировать, узнают, как из ремесла построить успешный бизнес, создать новые медиа, выйти на маркетплейсы и не разориться, сформировать туристическую привлекательность. Организаторами слета выступили правительство Югры, фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» ПАО «НК Роснефть». Ханты-Мансис готовится принять первые этапы Кубка страны по биатлону. Начнут сезон в столице Югры мужчины и юниоры. На первом этапе, который начнется 25 ноября, спортсменам предстоит пробежать три гонки – спринт, гонку преследования и большой масс-старт. Затем состоится еще три гонки, но уже в рамках второго этапа. Он начнется 2 декабря. Там биатлонистам предстоит пробежать суперспринт, спринт и эстафету. Многие спортсмены уже находятся в Ханты-Мансиске. Сегодня и завтра они проведут тренировки, а 25 ноября разыграют первые медали в спринте. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Старт мужской гонки в 11 часов. Юниоры выйдут на старт в 13.30. Крупнейшая меховая пятигорская фабрика «Ангелина Сэм» представляет новую коллекцию шуб. В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» представлено более 3000 разных моделей. Выбор порадует самую изысканную модницу вне зависимости от ее вкуса, возраста и фигуры. Не потеряться в большом ассортименте мехов помогут опытные консультанты. Мы следуем за тенденцией моды. У нас очень большой выбор цветовой палитры, комбинированных мехов. Это как норка с куницей, соболем, рысью. Также у нас представлены керли, астроган, каракуль. На выставке продажи «Ангелина Сэм» действует гибкая система скидок. Именно сейчас можно приобрести шубу со скидкой до 70%. А еще действует акция «Обменяй старую шубу на новую» и рассрочка на три года без переплат и первоначального взноса. До 28 ноября выставка продажи «Ангелина Сэм» ждет жителей и гостей Ханты-Мансийска в КВЦ «Югра-Экспо». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok